МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». В сегодняшнем выпуске мы расскажем об основных событиях из жизни Брянской епархии. День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Брянске отпраздновали праздничным богослужением, крестным ходом и молебном у памятника просветителям славян. Памятник великому князю Александру Невскому в скором времени появится на территории Цвето-Троицкого кафедрального собора. Монумент уже доставлен в Брянск. В июне планируется его установка. Митрополит Александр совершил литургию в Брянском храме собора архистратега Михаила. У истока в его создании стоял игумен Иларион Некрасов. 25 апреля священнослужитель отошел ко Господу в результате тяжелой болезни. Владыка Александр молитвенно почтил памятного представленного игумена Илариона и призвал прихожан молиться о своем пастыре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 мая Русская Православная Церковь чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Этот день является церковно-государственным праздником, днем славянской письменности и культуры. В Брянске память святых братьев почтили торжественным богослужением. Литургию возглавил митрополит Брянский-Севский Александр. Литургию возглавил митрополит Брянск. Святые братья создали славянскую азбуку. Благодаря их проповедническим трудам наши предки смогли открыть православную веру и совершать богослужения на понятном для них языке. Как известно, христианство распространялось, люди принимали христа, веровали, но молиться на своем языке могли. Это очень печальная история о том, как была даже ересь такая трехязычий. Ведь все мы знаем, что на кресте его Спасителя было написано греческими, еврейскими, римскими буквами его вина. Вот такая ересь родилась, что нельзя на других языках прославлять Христа только на теме, которая свидетельствовала на самом кресте. И были те, кто восповедовал это лжеучение и чинил препятствия своих братьев, но все же справедливость не существовала, и по воле Божией был создан алфавит, и были переведены основные книги, благослужебные, было переведено Евангелие на славянский язык. То есть то самое главное, самое важное, что нам необходимо. Нам необходимо слышать Слово Божие на родном языке, нам необходимо слышать евангельские откровения на родном языке, чтобы они были нам понятны, чтобы мы могли их усвоить и применить к своей жизни. В этом и заключается труд святых братьев, что они смогли сделать так, чтобы мы с вами слышим на родном языке Слово Божие. Праздничное богослужение завершилось крестным ходом в честь святых братьев. Молитвенное шествие состоялось вокруг главного епархиального храма. Православные просят у равноапостольных Мефодия и Кирилла сохранить православную веру и отеческое предание. Сохраните вся страны славянские от всякого схудения, от огня и меча, от смертоносной язвы, от всякого слава. В этот день отмечается теза именинства святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла. В монашеском постыге он получил имя перед честь одного из братьев, просветителей славян. И мы, поздравляя святейшего Владимиру, молимся сегодня и о нем особенно усердно, потому что крест патриаршества это крест неимонятной тяжести. Надо иметь много и духовных, и телесных сил, чтобы исполнять все послушания, которые возложены на святейшего патриарха святой церкви и дорогу. Я хотел бы вас попросить, чтобы вы всегда не только в храме, но и дома молились о патриархах. Патриарх – это не только глава церкви, это совесть нашего народа. Три года назад на славянской площади Брянска был установлен памятник равноапостольному Мефодию Кириллу. Художественный монумент высотой более шести метров уникален своей пластикой и живыми образами. Святые Мефодий и Кирилл стоят рядом с крестом. В руках учителя славянские держат Евангелие и свиток со славянским алфавитом. После праздничной литургии у бронзового монумента духовенства Брянского кафедрального собора совершило молебен святым братьям. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Святая Благородица, спаси нас! Святая Благородица, спаси нас! Святее равно апостольными ходы Кирилле, молите Бога Святая Благородица, спаси нас! Святой Благородицы, спаси нас! В этом году празднуется 800 лет с дня рождения Великого князя Александра Невского. Юбилейная дата запечатлится в памяти жителя Брянска историческим событием – установкой монумента великому полководцу и историческому деятелю на территории Святатроицкого кафедрального собора. Бронзовая скульптура уже доставлена в Брянск. На протяжении всей истории у нас есть несколько великих полководцев, великих государственных деятелей, которым гордится наша страна, в том числе и Александр Невский, юбилей которого празднуется в этом году. Я думаю, знаменательно, что в Брянскую область по инициативе нашего депутата привезли бюст. 21 мая основу монумента заложили депутат Государственной Думы Николай Валуев и депутат регионального парламента Михаил Иванов. Спасибо. Спасибо. За работу. За работу. За работу. Вот. Лопата побольше. Мне лопатка подлиннее. Так. Так. Вот полошек, вот еще один. Приступай. В принципе. Митрополит Брянский Исевский Александр поддержал идею увековечить имя мудрого правителя, воина и святого подвижника, отдавшего свою жизнь во имя Отечества и веры, и определил местом установки памятника территорию главного храма Брянской епархии. Бюст Александру Невскому был изготовлен в рамках проекта «Аллея русской славы». В скором времени в торжественной обстановке состоится установка 10-тонного монумента. Теперь я думаю, что вся эта конструкция буквально в течение двух недель будет занимать свое почетное место. В неделю о расслабленном митрополит Александр совершил литургию в Брянском храме во имя собора Архистратига Михаила. В святые дни, когда церковь продолжает праздновать Пасху Господню, прихожане встречали своего архипасторя пасхальным пением. На воскресное богослужение собрались многие прихожане храма. За восемь лет здесь сложилась крепкая община. Сыне Божий, воскресный из мертвых поющая, Храм собора Архистратига Михаила молодой. Он построен в 2013 году в микрорайоне Новый Городок. У истоков создания храма стоял игумен Иларион Некрасов. С помощью благодетелей и прихожан ему удалось в кратчайшие сроки за две недели возвести деревянную церковь. В этом году мы осуществили временный храм, который действительно были все мирные жители довольны, особенно на Пасху, когда мы открывались. Жилые комплексы в микрорайоне Новый Городок стали появляться с 1960 года. А так был лес тут, лес, кругом был лес, называемый Китайский Городок. Тут вся деревня в 1960 году приезжала сюда. Здесь кровных городских нету, это приезжие. И вот понастроили домов. Кто на стальзаводе, кто на автозаводе, кто на промбетоне, кто где работал, пополучили квартиры и живут. Здесь микрорайон большой. Небольшой храм архистратига Михаила расположен в двухэтажном здании по форме, напоминающем Ноев ковчег. Несколько лет назад был установлен иконостас пасхального цвета, изготовленный в Ростовской области. Храм постоянно украшаются. Появляются новые иконы в красивых киотах. Отец Ларион заказал мне иконочку «Чудо Архангела Михаила». Она вот там в храме у нас в Киоте теперь. И как напоминание мне о нем, Царство ему небесное. Деревянный храм временный, но уже изначально имелся проект каменного величественного храма. У игумена Илариона, как человека энергичного, хозяйственного, было много планов. Трудами прихожан, благотворителей, устроителей святого храма мы надеемся построить большой громадный собор. Храм во имя Архангела, архистратига Михаила, который действительно будет величественным. И в комплексе у нас будет полностью разработан учебный, как говорится, класс для воскресной школы, актовые залы, столовая благотворительная, библиотека, музеи. То есть все в одном комплексном, так говорится, сооружении. Надеюсь, с Божьей помощью мы это исполним, построим и помолимся. Но в силу различных обстоятельств игумен Иларион не смог осуществить задуманное. 25 апреля священнослужитель отошел ко Господу в результате тяжелой болезни. Игумену Илариону было 60 лет. По просьбе отца Илариона наша съемочная группа осуществляла в его храме видеосъемку Великопостного богослужения Пассии. Это видео оказалось одним из последних, снятых при жизни священнослужителя. Пасия в переводе с латинского означает страдание, по церковнославянски – страсть. Это особое богослужение совершается в четыре воскресных дня Великого Поста по числу евангелистов. Песня «Боже, Боже мой, вольми мя, с кою оставил мя я систь. Страдание Христово составляет содержание пассии. Это трогательное богослужение и для духовенства, и для мирян». Песня «Боже мой, вольми мя» Песня «Боже мой, вольми мя» В воскресенье 4 апреля Игумен Иларион совершил вторую пассию. В преддверии, как говорится, крестопоклонной недели мы с вами еще раз напоминаю, что это не просто так служба идет. Это в очередной раз мы должны с вами размышлять, как нам жить, для чего спаситель мира пошел на распятие. И не забывайте совершать покаяние. Все с чистым сердцем, с любовью встретить Свято Христово Воскресенье. Игумен Иларион скончался за неделю до Пасхи, в воскресный вечер праздника Входа Господня в Иерусалим. Священнослужитель родился в Пензе, в 10 лет крестился и подьяконствовал у архиепископа Милхиседека Лебедева в Пензенской епархии. В 33 года принял монашеский постриг. Его служение на Брянской земле началось в 1994. За свою жизнь Игумен Иларион построил два храма в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Любахна Дядьковского района и во имя собора архистратива Михаила в Брянске. Недавно мы проводили последний путь всей земли отца Игумена Илариона, который много положил трудов, чтобы хотя бы воздвигнуть здесь, в этом районе, где нет поблизости храмов, этот временный дом Божий. Но все-таки есть место, где можно вознести нашу общую молитву. И наша молитва должна быть о упокоении новоприставленного Игумена Илариона, который в данный момент времени проходит мутарство, которые неизбежны для каждого из нас, и мы когда-то будем их проходить. Это очень строгий экзамен, и поэтому он нуждается в нашей молитвенной помощи и молитвенной о нем памяти. Новым настоятелем храма архистратига Михаила назначен иерей Кирилл Тарасов. До этого он служил в Брянском Свято-Троицком кафедральном соборе. Молодому священнослужителю предстоит продолжить дело прежнего настоятеля – возвести рядом с Временной Церковью просторный каменный храм. Отец Ларион в последнее время мы с ним разговаривал, он сказал, да, Клавдия Ивановна, нам вот здесь надо хотя бы один этаж построить, чтобы мы служили, чтобы у нас было все красиво. Он любил все красивое, все один к одному, требовательность, нас требовал все. Мы ему благодарны, что нам построил этот храм, но его не существовала мечта, у него мечта была очень большая и решительная. Вот, решительная. И нам бы сейчас, конечно, надо для нового городка храмик, построить храмик. Пока мы еще в силе. Пока мы, вот, молодых у нас пока еще нет, но мы, если начнем храм строить, то мы поддержим. Хоть мы старые, но душой мы молодые. Да, красивый, красивый нужен храм, потому что мы собирали подписи, и с нас люди требуют. Мы собрали три тысячи подписей уже три года тому назад. И с нас люди приходят и говорят, мы подписывали, чтобы здесь был храм. И мы, конечно, наш пожилой возраст, приход, который уже действует 8-9 лет, мы хотим, чтобы у нас был храм, чтобы мы постояли и посмотрели. В проекте здесь, конечно, храм большой, будут, планируют строить собор, но пока еще подготовительные работы только. А так наш маленький храмик в виде корабля плывет по морю житейскому потихонечку. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok